Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По опыту это Google Chrome. На нем все достаточно стабильно работает. Если вы на нем, то отлично. Обновляемся и должно быть окей. Если вдруг что-то уж будет случаться, будем корректироваться по ходу. Итак, отлично. Мы стартуем. Я сегодня говорил, что у нас будет вебинар не с одним спикером, а мы приглашаем экспертов. И сегодня эксперт, которого мы пригласили, поговорить с нами про продажи, про удержание клиентов, это Владимир Якуба. Владимир огромный опыт собрал у себя, ну, опыт причем и личных продаж, взаимодействия с клиентами, и опыт обучения, потому что не раз Владимира признавали бизнес-тренером года. И вот этим опытом мы бы хотели, чтобы Владимир с нами поделился. Кроме того, что Владимир обучает, у него большое количество книг. Я, если честно, знаю, что больше десяти. Точное количество мы попросим сейчас Владимира озвучить. Владимир, если вы с нами, выходите в эфир. Я здесь, дождался, когда мне предоставят слово, и с удовольствием выхожу в эфир. Спасибо большое. Да, я вам аудиторию. Да, если вдруг я буду неподалеку. Хорошо, договорились. Спасибо. Друзья, всем хорошего дня. У меня просьба, вот какой-то цифрой, плюсом, пятеркой, единицей отзовите, что вы здесь, чтобы мне просто понять количество. Сколько нас участников, я некоторые свои трансляции дублирую в другие социальные сети, а эту первую вместе с командой Bittrex я решил нигде не дублировать. Она эксклюзивная, она только будет здесь. Здесь будет презентация, и я вот сейчас ее буду в параллели запускать. Да, только я, видимо, что-то не то запустил. Ух ты, да, да. У меня просьба подгрузить мне презентацию для того, чтобы я ее мог листать. Я ее сейчас вот нахожу. Мне ее обещали подгрузить, но я ее пока не вижу. А, вот она все-таки загрузилась, да. Так вот, коллеги, угадайте, в каком городе я сейчас нахожусь. Вот просто угадайте. Напишите, пожалуйста, город, регион присутствия, где я нахожусь в данный момент, на ваш взгляд. Я сейчас делал так, что иконка у меня, моя стала чуть поменьше, а презентация крупнее. Вот скажите, город, где я нахожусь сейчас? Как вы считаете? Давайте угадывайте. Кто сможет угадать? Нижногод, Хабаровск, Воронеж, Москва, Дальний Восток, да. У меня сейчас подсказка. У меня сейчас 18 часов и 4 минуты. Только что, фактически, вот 15 минут назад закончился тренинг. Назывался он «Сложные переговоры. 25 способов договориться». Именно про эту тему мы говорили с участниками из города. Вот до сих пор вы не угадали. Представляете, какая наша Россия матушка большая? До сих пор нет правильного ответа. Ну, давайте так. Я буду смотреть правильные ответы. Это будет теми интереснее. Чуть позднее скажу. В общем, близко к правильному ответу было. Но это не Хабаровск. А я в параллеле буду говорить про некоторые способы удержания клиентов. И для того, чтобы вам было комфортнее меня слушать, я буду с удовольствием в процессе еще отвечать на вопросы. Я, может, проглядел, но пока ответа правильного не было. Пишите, продолжайте. Буду отвечать еще на ваши вопросы здесь. И учитывая, что времени немного, до 18.40, я уже по местному времени говорю, я буду вещать и в том числе на ваши вопросы отвечать сразу же к делу перейду. Вот скажите, кто в каких сферах работает? У кого какие способы удержания бывают? Вот я, знаете, начну с одного такого небольшого креативного, простого, такого тема, которую мы затронули недавно. С помощью вашего смартфона. Как можно удерживать клиентов? Да, правильный ответ – Комсомольск на Амуре. Совершенно точно. Я в Комсомольске на Амуре. Так вот, как удерживать клиентов с помощью смартфона? Я сегодня буквально говорил про этот метод, он очень простой. И могу вам сказать, что люди уходят от компании по той причине, что на них перестают обращать внимание. Что клиенты просто… Вы клиентам не звоните, вы клиентам не пишите, и вы клиентам не отправляете видео. А вот видео отправлять нужно. А пример следующий. Например, я работаю в ветеринарной услуге. Клиент ушел, прошло, например, два месяца. Я должен системно, спустя максимум 90 дней, это вот максимум, лучше через неделю, через две, написать клиенту фразы, например. Сергей, добрый день, хотел уточнить, как у вас ситуация, какие у вас новости. Клиент молчит. Я после этого должен сделать следующее. Должен тогда ему что сделать? Позвонить, вообще позвонить лучше. И клиент не берет трубку. Что я должен сделать? И еще третье. Третье, прям последовательность. Позвонить или написать, в зависимости от теплоты. Если чуть более теплые отношения, позвонить. Если нам послали в прошлый раз, то сначала написать, потом, если что, позвоним. А третий вариант, который мало кто использует, это снимите видео. Снимите видео и отправьте. Причем формат будет примерно такой. Вы отправляете, взяли видео, отправляете. Сергей, добрый день. Я сейчас как раз в ветеринарном магазине хотел уточнить, как ваша малышка, как собачка. А у нас, кстати, вышли в курс вот такие вот, и показывать, что у вас такое произошло. Это один из методов. Их много. Но только мы же говорим про способы удержания клиентов. И я по этому поводу и рассказываю вам про такую вот стартовую вещь. Итак, давайте, что будет сегодня? Четыре вещи. Познакомимся, разберемся, способ удержания клиента. Ну, кстати, вот этот пример, который я приводил. Очень мало кто так делает. И очень мало кто так будет делать. Знаете почему? Потому что стесняются, что подумает клиент обо мне, если я ему видео отправлю. Да и чего я буду всем видео одно и то же отправлять? Каждому записывать? Не надо каждому записывать. Можно записывать универсальное. И начинать с правильных фраз. Об этом вот на тренинге рассказывают такие вот тактические приемы. И 100 человек получат очень индивидуальное сообщение от вас. Там только имя. Имя не будет, а имя вы пишете текстом. Я сейчас про отправку в WhatsApp сообщения. Вот про что я говорю. Итак, что будет у нас сегодня? Сегодня мы познакомимся. Немного коллеги напишите, кстати, просьба. Напишите ваше имя и ваша должность. Ну, мне вот понимать, люди какого уровня, каких должностей. Здесь руководители, здесь менеджеры. Находится здесь. Находится здесь. И присутствует Юлия. Да, какую должность вы занимаете? Ага, пишите мне. Да, спасибо большое. Второе. Разберем все способы удержания клиентов. Третье. Расскажу немного про школу продаж совсем чуть-чуть. И подарки всем, кто останется до конца. Кстати, коллеги, я сразу же немного анонсирую подарок. И скажу вам о следующем. Что если вы хотите, чтобы я подарил вам универсальные техники отработки возражений. Я прямо топовые техники отработки возражений отправлю всем. То вам необходимо сделать следующее. Это просто найти меня, зайти сейчас в инстаграм, найти меня и подписаться на мой инстаграм. Владимир Якуба. Этот инстаграм звучит. Найдите меня, подпишитесь на аккаунт Владимир Якуба. И сделайте какое-нибудь желательное еще упоминание типа сториса. Если вы это сделаете, то я с удовольствием первым десяти, кто это сделает, отправлю технику отработки возражений. И так просто найти, подписаться и желательно опубликовать сторис. Ну а пока немного о себе. Вот для тех, кто не в курсе, кто я. Вот в Комсомольске-на-Амуре сейчас нахожусь. Вчера я был в Хабаровске. Три дня назад я был в Нижнем Новгороде. Отсюда я лечу в Самару. Из Самары я лечу в Санкт-Петербург. Из Санкт-Петербурга в Рыкутск. Потом еще два дня в Хабаровск. Потом в город Сочи. И вот так моя жизнь последние 14 лет двигается. Сегодня я пытался заснуть в поезде. Комсомольске-на-Амуре. Попытка была неудачной. Ну так знаете, с джетлагами получается работа не всегда. На самом деле все-таки полтора часа и я послал. Но это я рассказываю про свой график, маршрут. Ну и там немножко как бы анонсирую свою востребованность. То, как я работаю в свою строю. И я поэтому вот за это время буду максимально полезные данные вам давать. Немного заодно, пользуясь случаем, рассказывать про то, чем я занимаюсь дополнительно. Кстати, кто подписан, подпишитесь еще на второй аккаунт. У меня есть второй обучающий аккаунт. Называется Якуба Клуб. Найдите Якуба. Я вчера отправил Якуба Клуб. Вторая ссылка правильная. Первая неверная. И, коллеги, вот тут, знаете, прямо реклама пошла. Мне слайды подготовили. Расскажут, что я автор 11 книг. На самом деле уже 12. У меня вышла 12 книга. Называется Ябрэнд. Как раз книги в данный момент я использую как подставку для ноутбука. Здесь некоторые подручные средства есть. Вот продажа на всю голову есть. Вот называется продажники. Сеть, как продавать через мессенджеры. Как создать команду. В общем, их 12. Они разные. Погуглите. Будет полезный. Полторы недели назад вышла книга. Называется Ябрэнд. Как продавать через… Как перестать стесняться и стать лучшим в профессии. Ну, вот они вот так выглядят здесь. И мое кредо – страх исчезает, когда начинаешь действовать. Поэтому действую больше. И в реальном режиме на тренингах я звоню и веду переговоры. Ну, тут я вот немного про свою карьеру, чтобы было понятно, с чего. Если я начинал с наемной работы, был менеджером по продажам. Я был внутренним хэдхантером в НТС и привык действовать сейчас в формате реалити. Беру трубку, звоню клиенту и договариваюсь. Все про себя. А теперь про все-таки способы удержания. Давайте мы про них поговорим побольше. И способы удержания какие? Первое. Называется системный прозвон. Системный прозвон. Семь способов удержания, как именно удерживать клиента. Сначала системный прозвон с некоторыми скриптами. И эти скрипты я вам сейчас покажу. Мы звоним, системно работая с базой данных. Скажите, кто периодически прозванит клиента? Поставьте плюс. Прозваните клиента, если да. Поставьте плюс, кто просто систематизирует базу и периодически им пишет или звонит. Вот два варианта. Писать или звонит. А теперь прям интересно. Вот у вас есть база. В этой базе, например, 3000 контактов. Вы поставьте цифру 1, кто чаще звонит. Поставьте цифру 2, кто чаще им пишет. Вот напишите. 1 или 2, интересно. Кто системно прозванивает? 1. И кто системно все-таки чаще пишет? Это цифра 2. Вот прям интересная статистика, которая у нас сейчас перед глазами появляется. 1, 2. Третий вариант есть, да, лично встречается. Или и то, и другое – это 1,2. Коллеги, я сразу скажу, что с точки зрения количества это 2. Ну, то есть, если база 3000 контактов, вы с точки зрения количества, конечно же, ну, не знаю, за неделю эти 3000 контактов отработаете правильно, профессионально. Ну, тут зависит от количества диалогов. Если их будет много, то уже там больше недели. Количество звонков будет существенно меньше. Но возможность убеждать при телефонных переговорах она выше. Системный прозвон и небольшой скрипт. Алло, Сергей? Алло, Сергей? Не Сергей, здравствуйте, меня зовут Владимир, я из компании такой. А именно, Алло, Сергей? И важно улыбнуться еще в этом моменте. Сергей говорит, да. Сергей, добрый день, добрый. Это Владимир Якуба, компания Хабаровск плюс-минус. Я, знаете, звоню по двум поводам. Я звоню с двумя поводами, и начинается диалог. Это пример начала речевого модуля для переговоров. И пусть вас не смущает фраза, алло, Сергей, это намного лучше, чем алло, добрый день, алло, здравствуйте. Алло, знаете, как это часто бывает с короговорками. Я сейчас уберу этот скрипт. И бывает вот так. Алло. Ей на том-то НЦ-провода. Алло. Говорит, добрый день, меня зовут Владимир, я представляю компанию Маркетинг плюс-минус. Мы занимаемся оптом и розничной поставкой, там, чего-то. Скажите, вам удобно сейчас? И вот эта вот длинная фраза бывает. Скажите, вы часто сталкиваетесь с входящими звонками от людей-звонилок? Вот таких. Потому что, знаете, я иногда трубку беру и думаю, это робот или не робот? Это автозвонок или это реальный человек? У вас бывает такое, что вы прям путаете? И я прям говорю с человеком. И я в последнее время, знаете, для того, чтобы определить, робот или человек, говорю слово какое-нибудь. Он говорит, алло, здравствуйте, мы проводим социологический опрос, мы занимаемся, что-то говорят. Я говорю, я слушаю, слушаю, говорю, мясорубка. И если робот, он там что-то продолжает говорить, а человек, простите, что вы сказали? Я говорю, а, понял. А вы реально живой человек, да? Он говорит, да. Ну, по слову мясорубка, понимаете. Ну, или там слово, не знаю, береза стоит и грустит. Ну, не знаю, любые какие-то фразы придумывайте. Но я сейчас не этому навыку надо учиться, а тому, чтобы отличаться от этих людей звонилок, звонильщиков. Знаете, как звонилищи. Вот это вот не надо. Поэтому, алло, Сергей, улыбка, короткая фраза. И дальше продолжается правильный диалог с двумя поводами. Еще и пошла и структура. Здесь три вещи в этом скрипте. Алло, Сергей, чтобы стать ближе. Сергей, добрый день. Надо желательно здесь замолчать. Вторая пауза. А дальше это Владимир Якуба, имя с фамилией и структуры из двух частей. Вы со спамерами общаетесь, не жалко, лично на времени в пустоту. Михаил, ни капли не жаль. Потому что в большинстве случаев, когда я общаюсь со спамерами, у меня два телефона под рукой. Вот этот вот один. И еще второй у меня здесь есть. Я вам покажу, чтобы вы понимали, что он под рукой. Вот я с них прямые эфиры запускаю. Вот два телефона. Если мне кто-то позвонит на третий мой телефон, я, соответственно, возьму и буду записывать. А потом, соответственно, рассказываю, демонстрирую навык. Ну, то есть вот с этой точки зрения. А так, конечно же, я большинство из наших зрителей поддерживаю, что, ну как, даже и время тратить не хочется. Итак, кстати, с какими поводами звонить? Мы продолжаем говорить по поводу этих скриптов. С какими поводами? Я к вам по двум поводам. У нас поводы какие? Какие у нас цели? Цели у нас три. Пишите, какие цели. Возвращаемся. У нас же способ номер один. Системный прозвон. Мы звоним, и у нас есть какие-то поводы, какие-то цели. Каких целей мы должны добиться? Доход получить. Еще что? Каких целей? Вот когда мы звоним клиенту, который находит... Нет, напомните себе. Нет, напомните себе, это не то. Это вообще не цель. Оживить клиента. Ну, коллеги, давайте как-то поконкретнее. Еще что? Отклик. Ага. Продать. Вылечить продажи, вернуть клиента. Так, так, так. Вот у нас уже появляется продать, увеличить продажи. Коллеги, я сразу скажу, три цели у нас, три цели. Обратная связь, до продажи, рекомендация. Род такой, знаете, род. Рекомендация, обратная связь и до продажи. Рекомендация, обратная связь, до продажи. И на первом месте здесь я ставлю обратную связь. Если мы что-то продали, ну и если мы ничего не продали, ну просто обратная связь по нашему взаимодействию. Алло, Сергей. Да, Сергей, добрый день, добрый. И Владимир Якуба, компания такая-то, хотел уточнить, как у вас ситуация, какие у вас новости, как работает наша кофемолка. Нормально, ну там, не знаю, ну как-то кофе молит, что-то там происходит. Все понял. Сергей, ясно. А знаете, я хотел уточнить, у нас еще появился новый продукт, и я по этому поводу вам рассказать хотел. Пролистался у меня. Рассказать хотел. Ну, скажите, а как вы относитесь к, ну и продолжается у нас диалог по поводу следующего этапа продажи или допродажи. Идет вторая часть, и потом рекомендация, если уместно. Рекомендацию спрашивать не всегда уместно. У меня ничего не показывает. Узнать обоих. Коллеги, как со связью, нормально? По пятибалльной скале напишите, пожалуйста. Все ли видно, слышно? Прошу вас, оцените. Я увидел, ну, разу. Да, плюсы, да, спасибо, супер. Спасибо огромное, коллеги. И сейчас сразу скажу, мне очень приятно, когда вы быстро реагируете, вы составите какие-то оценки, любые плюсы. Мне очень приятно также, когда вы высказываетесь, соглашаетесь или не соглашаетесь. Это все обратная связь. Именно о ней, кстати, я в данный момент здесь и говорю. Способ номер два. Поехали дальше, у нас их будет семь. Способ номер два называется... Кстати, тему запомнили? У нас тема-то какая? Владимир, не нужно спрашивать у клиента, удобно ли он говорить? Александр, коллеги, прямо давайте топите меня вопросами. Удобно ли вам говорить? Знаете, я так скажу. Спрашивать именно этой формулировкой нежелательно. Лучше ее говорить по-другому. Я говорю... Алло, Сергей, да. Сергей, добрый день. Добрый. Это Владимир Якуба, компания Tom Hunt. Есть буквально пару минут. Сейчас можете говорить? Заметьте, коллеги, какую фразу я сейчас сказал и с каким напором я сказал слово «Есть». Конец цитаты. Смотреть внимания не буду. Запись, если что, для участников будет. А для некоторых коллеги я отправлю. Вот кто, я смотрю, уже упоминания делаете в сторис. О, спасибо большое. Приятно. Вот первым десяти я... Давайте, давайте. Первым пятнадцати, просто десять уже есть. Первым пятнадцати я отправлю технику отработки возражения. Вот у меня сторисы уже есть. Здесь они появились. И говорить его, в общем, надо, но другой фразой. Я, кстати, встречался с мнением по поводу речевых модулей, что вообще не надо озвучивать. Вообще не надо... Да, вот что отправлю. Вообще не нужно задавать вопрос, ну, типа, удобно ли говорить. Здесь буквально пара минут и другие аналоги. На мой взгляд, вот эта вторая позиция, она категорически неверная. Если ты сразу же снахлёста прямо на клиенту, он только взял трубку, а вы... Сергей, добрый день. Меня зовут Владимир Якуба, я из компании Tom Hunt. Хотел бы поговорить с вами по поводу возможных проектов. И начиная сразу вот это вот говорить. Коллеги, скажите, какое ощущение я тогда вызову у клиента? Напишите комментарий, но мне кажется, комментарии уже будут понятны. Если вы уже подписаны на инсту, на оба аккаунта Владимир Якуба и Владимир Якуба Онлайн, то тогда... Ой, извините, и Владимир... и Якуба Клуб, то тогда просто сделайте, пожалуйста, упоминание. Я именно по упоминаниям буду отправлять. Отправлять, и вы увидите, коллеги. Вот ссылка, кстати, ссылка на мой основной аккаунт. Я только что ее здесь отправил. Я периодически отправлять буду для тех, кто видит меня первый раз, ну и только знакомится с моим творчеством. Я сейчас с точки зрения формата не позвоню в отдел продаж какой-нибудь компании, но делаю это с удовольствием и периодически. Да, вот, коллеги, два аккаунта я вам сейчас кинул. Итак, способ номер два – это поддергивание WhatsApp. Давайте разбираться, как WhatsApp правильно дергать. Сергей, добрый день. Хотел узнать, какие у вас новости? Сергей, добрый день. Хотел написать вам уточнить, как работает наш комбайн? Сергей, добрый день. Не прочу себе, если не напишу вам с вопросом. Позволите уточню? Вот как нужно начинать. Это некоторые выдержки из моей книги «Продажник идет в сеть» и мои выдержки из моего тренинга живого «Продажи на максимум». Он у меня состоится в подопровках рекламы, коллеги, 23-24 числа. Это пятница в субботу. В Санкт-Петербурге у меня два живых тренинга. В субботу для руководителей управления продажами, а в пятницу для менеджеров «Продажи на максимум». Приезжайте, прилетайте, увидимся с вами лично. А вот эта вот фраза именно, видите, поддергивание в WhatsApp, как именно клиентов дергать в WhatsApp. Вот такими разными техниками и способами. Следующий, коллеги, номер три способ называется «Включайте эмпатию». Не только текстами, а еще правильной эмпатии нужно продавать. Скажите, пожалуйста, я сегодня включил эмпатию? Вот я вот сейчас с вами разговариваю, читаю вашу книгу, отлично рекомендую. Спасибо, Карина. Спасибо, Карина, большое. Эмпатию. Что я такое включила? Включайте эмпатию. Вот я сейчас 8 часов провел тренинг. Вчера еще 8 часов провел тренинг. В поезде спал полтора часа. Ну не получилось уснуть больше. Ну так, знаете, вот это что, переезды. Ну и что? И это не должно волновать ни клиентов, ни окружающих, ни меня. Я могу немножко снизить там уровень напряжения, могу не слишком много ходить, а могу сидеть. Но эмпатия человеческая у меня должна быть. Что такое эмпатия? Модное слово. Участь – это способность чувствовать эмоциональное состояние другого человека. Эмоциональное состояние. Быть готовым к эмоциональной отзывчивости. Быть способом взглянуть на обстоятельства глазами собеседника. Видите, коллеги, эмпатия – это не столько симпатия, которую я пытаюсь как-то проявить, продемонстрировать, точнее, более правильно сказать. Эмпатия – это когда я вас слышу. И я пытаюсь это делать, несмотря на тексты, которые вы пишете, и я оцениваю, тоже вас как-то комментирую. Константин спрашивает. Владимир, что вы думаете о перспективе законодательного запрета холодных звонков? Константин, я думаю, что это малоперспективная идея, но она очень хорошая. Знаете, хорошая она чем? Тем, что некоторых это отпугнет от звонков, и нам с вами работать будет легче, Костя. Поэтому пусть запрещают. Но я сейчас поясню. Пример приведу. Был я на эфире в городе Екатеринбург полгода назад. Прямой эфир у нас радио, одно из радиопередач, и мы говорим. Мне ведущий говорит, Владимир, у нас вчера был человек из ФАСА, Федеральная нефотематомольная служба. И он говорит, что мы вот сейчас, привет, Екатеринбург, мы вот сейчас планируем запретить холодные звонки, там законодательно будут штрафовать за это. Там дискуссия была, как вы это будете проверять, но дело отдельное. Так вот, тема такая действительно существует. И я привел один пример. Говорю, знаете, как делают некоторые компании, которые этого настолько испугались, что просто сильно портят свой бренд. Кардинально. И вы сейчас, пожалуйста, ответьте мне на вопрос, было ли у вас такое? Следующее, что вы берете, вам кто-то звонит, вы такие собрались брать трубку, а он раз и сбросил. Ну, номер незнакомый. Вы берете, перезваниваете, а там, здравствуйте, вас приветствует банк Суперстратегия Россия. У нас открыты новые кредитные решения. Линия, если вам нужно назвать кредит, нажмите 1. Если вы хотите послать лес, нажмите 2. И вот так, было, да? Вы напишите да. Видите, сколько да? И у меня такое было. И не раз. Скажите, ну теперь цифру напишите. Сколько раз у вас такое было? Сколько раз, вот бесит манера этих звонков. Сколько раз это было? Коллеги, я потом, я перезвонил, и не раз я перезванил в эти банки. И перезваниваю, и прям меня переключает на, знаете, такой нормальный банк, топовый банк. Ну, прямо топ-топ. Я сейчас из уважения не буду. Это не Сбербанк? Нет. Ну, это прямо верхушка айсберга. Я говорю, слушайте, а вы зачем так делаете с клиентами? Вы себе просто имидж ломаете. Это вы, вы как так думаете? И мне объяснили, кстати говоря, вот тот человек из ФАСа, я его послушал, он объяснил, потом я текст почитал, он объяснил, что если, соответственно, вам позвонили, сбросили, и вы перезвоните, то все, это же вы сами позвонили, это же вы виноваты. Вот как бы уже, видите, и не холодный звонок, не холодный звонок, а имиджевые потери колоссальные. Так вот, если законодательно это как-то сильно запретят, то я вас научу, какие фразы на старте нужно говорить, так, чтобы клиент не пожаловался, так, чтобы ему было приятно, и у него не возникало какой-то большой диссонанса. Такие, конечно же, будут, но их будут минимум. А если вообще как-то тотально запретят, то я буду учить тому, какие текстовые сообщения в WhatsApp писать, чтобы после этого на второй-третьей фразе он говорил, да, звони, давайте побеседуем в WhatsApp и звонком. Вот такая история. Поэтому, коллеги, все идет во благо предпринимателей, но то и предпринимает усилия для того, чтобы продержаться и действовать дальше. Кто согласен, ставьте огонь, пишите комментарии. Особенно, коллеги, мне приятно, вы меня очень поддерживаете. Одним простым действием вы переходите вот на этот мой аккаунт, вот так он выглядит. Это мой основной аккаунт, Владимир Якуб, вот с синей галочкой. Как-то мне ее присудили год назад. Я просто написал внутри и спросил, мне его как-то одобрили. Есть у меня второй аккаунт, я, с вашего позволения, вот второй аккаунт называется Якуба Клуб. Здесь я просто много, Якуба Клуб просто много публикую разных звонков, именно звонков, отделов продаж. Он такой больше обучающий. Но основной у меня именно первый. Буду рад, если вы будете подписаны и будете рассказывать о моей профессиональной деятельности, о моей работе. Спасибо. Итак, способ номер четыре. Номер три, включая эмпатию. Способ номер четыре называется «Мотивируй правильно команду». Все исходит от людей. Как слышно меня? Фильтрация телефона, по которой реализована функция на Android штатно, ни одного звонка от Чудо-банка. Кстати, Игорь, у меня, вот вы сейчас написали, Игорь написал, что попробуйте включить фильтрацию на телефоне. У меня мой мобильный оператор предоставляет бесплатно эту опцию, как-то защиту от спама. Я ее специально отключил. Прямо сразу я увидел, что мне какие-то люди не дозваниваются. Ну, спамеры явно. Отключил. Потому что я, как тренер, как спикер, я должен быть в теме того, что сейчас происходит. В теме спамеров, в теме их фраз, в теме того, что они говорят. Слушайте, мне по одному-два раза в неделю звонят разные мошенники, нерадивые. Со мной разговаривают, там, карты у меня спрашивают, номера. Я далеко не всех успеваю записывать. Я бываю на мероприятиях, к сожалению. Ну, и прямо если бы сидел, красота была бы. Вам тоже, наверное, звонят, да? Бывало такое? Было. Поставьте плюс, кому звонил какой-нибудь псевдо-сбербанк. Когда за 10 минут 100 звонков. Знаете, когда за 10 минут 100 звонков я на это попадал, мне специально кто-то это поставил. Ну, я знаю, кто. Не знаю, почему. Ну, как поставил, я их не принимал. И через час эта опция отключилась. Вот и все. Ну, вот у меня один человек хотел продемонстрировать метод. Ну, он так демонстрировался действительно. Итак, мотивация команды. Есть разные способы. Есть анкета Ландсберга. Есть переговоры один на один. Есть вот такой метод. Опа! Называется, как мотивировать? Обратную связь получать. Поговорил с менеджером про отклонения, что не так. В чем причины? Твои предложения? И какой план дальнейших действий? Есть метод, называется ОРОЗА. Я его очень коротко только расшифрую. Вот так он расшифровывается. Это О – обратная связь. Р – разнообразие. Я сейчас объясняю метод ОРОЗА. Мы говорим, напомню, про мотивируй команду по одному. Плохо удерживаются клиенты, когда менеджер не мотивирован, когда у него желания не возникает никакого. И по этому поводу обратить внимание на критерии О – обратной связи людям не хватает. Менеджерам не хватает обратной связи от руководства. Кстати, поставьте, коллеги, букву, которая для вас более значима. Что вас мотивирует из этого списка? О – это обратная связь. Р – разнообразие. О – отождествляемость с тем, что я делаю. З – значимость работы. Буква А – автономность. Я вам сейчас сразу скажу, что обычно топовые варианты из всех этих пяти, о которых я говорю, их больше, намного больше, конечно. Но топовые варианты – это первое и последнее. Это О и А. Но при этом, конечно, и значимость, и разнообразие. Вообще для менеджера по продажам значимость очень важна. Значимость. Не значимость меня, как я крутой парень, а значимость того, какой вклад я вношу, каких результатов я добиваюсь. Ну, как-то вот это вот общее. А так, первое и последнее очень важны. Автономность, сейчас объясню. Автономность – это хватит меня уже дергать, а. Вот это называется автономность. Вы не дергайте меня, дайте мне спокойно поработать. Динамично. Но не отвлекайте меня от тысячи задач. Бывает у вас такое? Вас тоже иногда отвлекает. А О – это обратная связь. А у кого-то О – за. Способ номер пять – работа со стрессом. Коллеги, как вы видите, у нас время сокращенное. Я просто вот сейчас говорю, например, про мотивацию. У меня целая книжка про мотивацию. Помните, я сегодня говорил, как создать команду, найти, оценить, удержать. Говорить могу много, но главное, самое важное, по сути, у нас остаются еще два метода, и я выделю еще несколько минут до ваших вопросов. Кстати, коллеги, как вы видите, я успеваю на вопросы реагировать. И поэтому вы, пожалуйста, пишите, задавайте их в процессе. И я читаю ваши вопросы, если не успел, еще читаю специально в Инстаграм. Я зашел, так, упоминания я вижу. И вот мне Катерина пишет. Коллеги, пишите мне, пожалуйста, можете здесь, можете в Инстаграме, где хотите. Итак, пятая способ работы со стрессом. Пятая. Вот скажите, со стрессом. Как, скажите, сколько стресса в нашей жизни, а? Много? Работа со стрессом. Что-то я прям загрустил. А грустить не должен. Не имеете права выгрустить, правильно? Скажите, много ли стресса в вашей жизни? О, вижу, молодцы, воспринялся ясно по поводу поездки в Тюмень. Но пока дата не назначена. Не грустите, пробки в Москве. Коллеги, давайте так. Вы сейчас сказали много, вы сами сказали. Вот скажите, что вызывает вашу грусть? Что вызывает вашу грусть? Вы почему грустите? Что вызывает вашу грусть? Из-за чего вы грустите? Причина какая-то есть все-таки? Какая причина, из-за которой вы грустите? Я вам, когда мало ледов, мало продаж, нет хорошей обратной связи, денег маловато. Желание не совпадает с вас. Ой, ну-ка, давайте, давайте. Говорите, что вы грустите? Бездействие. Погода. Хаос в экономике. Да вы что? Вот мои книги написаны таким легким языком. Действительно, вот меня спросили. Конечно, я их пишу сам. Не редактора пишут. Война. А, коллеги, вы чего? Вы что там такое пишете? Вы сейчас пишете вещи, которые, на которые, частично есть вещи, на которые вы вообще никак не повлияете. Это, как вы сказали, там, войны, хаос в экономике. Что там еще? Ну, вот война написал. Денис Юдин, например. Денис живет на территории Украины. Меня бы тоже напрягало. Да и в Ростовской области тоже. Ничего хорошего нет. Вот эти все истории, конечно. Жуть. Но мы же работаем. Ковид там. Но мы же работаем. На ковид вы тоже никак повлиять практически не можете. Коллеги, на огромное количество вопросов вы повлиять не можете. Но меня удивили люди, которые пишут. Бездействие. Что такое бездействие? Что там такое вот про бездействие? В общем, коллеги, как работать со стрессом? Схема МЧС. Но сначала пример. Пример такой. Лечу я в самолете. Из Хабаровской. Я в Хабаровске был три недели назад. Провел мероприятие. Лечу в Хабаровск, Москва. И в Хабаровске я купил две упаковки. Жене звоню, говорю, купить что-то. Он говорит, икру может еще. Он говорит, купи крабов. Я говорю, хорошо. Две шестьсот пачка. Пять двести заплатил. Пакет мне дали еще за двести рублей. Пять четыреста. Иду довольный. Захожу в бизнес-зал. Что-то там взял йогурт. Выпил такое. Захожу в самолет, сел в самолете, лег, лечу. Лежа, лечу такой. И через час, когда взлетели, уже вспоминаю. Забыл крабов в зале. В бизнес-зале. Я специально это подчеркиваю, для того, чтобы вы поняли, как развиваться событие будет. Вот, коллеги, я лечу такой и понимаю, крабов забыл. Скажите, что я почувствовал? Стресс должен быть, правильно? Работа со стрессом. Стресс, шок. Что-то говорит, Вова, ну какие крабы. Коллеги, что почувствовал? Так вот, что почувствовал? Вы напишите вариант, как бы вы почувствовали. Бешенство? Прям такой, знаете, такой лечу, и такой у меня, лечу, такой лежу, и так говорит. Вот урод. Разочарование, пожалуй. Досадное. Вы слова пишите, а? Растяпство. Ну ты дебил, Вова, да? И начинается такое, да вы что? Коллеги, я просто улыбнулся. Вы знаете, да, небольшая улыбка была. Чтобы вы понимали, я даже глаза не открыл. Я лежу, я засыпаю. У меня даже не было этот глаз, скрывать, что-то такое. Я вспомнил. Ага, крабов оставил. Угу. Ну ладно. Ну и все, где-то через полчаса уснул. Вот и вся история. Я прилетел в Москву через там 6-7 часов. Помощница скинул в WhatsApp. Я говорю, давай в бизнес-зал дозвонись, узнай крабов. В общем, крабов не нашли. В бизнес-зале их никто не видел. Камеры в этот момент не работали. В общем, красота прямо, я не знаю. Ну вот, не существует, крабов нет. Кому-то подарил крабов. Ну и ладно, это вторая новость, я ко мне пришла. И что расстраиваться, правильно? Работайте со стрессом правильно. По формуле МЧС. Владимир, а можно просить кипяток с лимоном, а? Ладно, выручьте меня. Кипяток с лимоном. Ага. Пить хочет. Спасибо большое. Так вот, есть такая формула МЧС. Объяснить сейчас не успею, но отзвучить успею точно. И еще, шестое называется, выключите обиды. Это то, что нас разъедает. Это такое психологическое. Не позволяйте себе получать удовольствие от собственного раздражения или обиды. Это чувство превращается в привычку. А потом, как жавчина, начинает вас разъедать. А как сказал Евгений Леонов, обиды вообще не нужно копить. Небольшое, так сказать, богатство. Конец цитаты. Способ седьмой – комплименты. Делайте комплименты вашим клиентам по методу Х. Они должны быть искренние, короткие и соответствующие ситуации. На последние 5-4 ты не будешь краба покупать в любом случае. Татьяна, дело не в деньгах. Ну, конечно же, если я бы купил на 540 тысяч рублей крабов, я бы глазки-то открыл и понапрягался еще в самолете. Но помните об одном критерии. Давайте так, я не сейчас расскажу. Я немножко позднее вам расскажу. Сейчас вот дослушайте до конца вебинар. Я сейчас, с вашего позволения, завершаясь седьмым блоком, я подарки обещал. И еще с вашего позволения, коллеги, я вот делаю два коротких анонса. Первое – 23-24 число. В Санкт-Петербурге у меня тренинг. И вы можете принять участие в онлайне. Вы из дома, находясь во Владивостоке, в Калининграде, в Киеве, в Мининске, вы можете смотреть в онлайне или же прилететь в Санкт-Петербург для участия. Если вам будет интересно, то вы можете просто написать мне вот сюда, в директ, в Инстаграм. Написать, задать вопрос, что, сколько стоит, расскажите, покажите. Спрашивайте у меня в моем аккаунте. Инстаграм 23-24. Один день для руководителя управления продажами 3.0. И один день для менеджеров продаж на максимум. Друзья, я сейчас немного расскажу такой вот рекламной информации и сейчас договорю эту мысль про стресс. Второе. Школа продаж Владимира Якубы. Вот этот слайд, который вы сейчас видите. Этот старт будет в понедельник. Это школа продаж, где вы можете со мной лично прокачивать максимум навыков. Это 19 серий, 19 блоков. Моя личная работа, в том числе онлайн-встречи. В общем, вещь потрясающая. Я просто отзывы знаю и знаю, как это меняет людей. Спасибо большое. Вот я тут слайды вычитывать не буду, но для тех, кто уже супер продавец и для начинающих, тема будет очень классная, как правильно выстроить работу по продажам. Вы сейчас хотите увидеть заодно, как я продаю свои онлайн-эфиры, свои проекты или собственник бизнеса, или хотите свой бизнес построить, то у вас две дороги. Или курс называется «Отдел продаж». Это совсем про другое. Это про найм, это про мотивацию, построение системы контроля, работы, там, CRM, орг-моменты. Или второе – это школа продаж. Или школа продаж, или отдел продаж. Выбирайте одно из двух направлений. Каждому участнику дается письменный отзыв. Кстати, участникам определенной категории ВИП еще дается такое свидетельство о профессиональной подготовке государственного образца. Ну так, если что. Я вам обещал подарки, коллеги. Помните, я говорил, если вы хотите в подарок получить чек-лист «Семь способов удержания клиента», хотите, то вам нужно сейчас, я про лимон сейчас расскажу, задавайте вопросы, коллеги, пишите вопрос, сейчас расскажу. Сейчас после моей вот такой, такие, совершенной беседы, я подарок всем обещал. Зайдите на сайт 2814.ru и запишите. Если кто-то пропустил какие-то пункты, то пишите, вам здесь ответят. Или я вам расскажу. 2814.ru, и вы туда зайдете, и сможете выбрать мессенджер и телефон, на который вы хотите получить ссылку, и вы ее получите. Вот чек-лист «Семь способов удержания клиента». Если кто-то какой-то способ пропустил, они будут в этом чек-листе. Воду с лимоном пью, о чем говорил. Я, кстати, не очень люблю чаи. Как стандартные, знаете, которые, молочные луны, зеленые, черные. Я обожаю кипяток с лимоном, но это вообще классно. Просто такой напиток классный. Да, там есть определенное, правильно, воздействие на организм, легкий элемент витамина С. Это чуть-чуть, слушайте, просто настолько открытая информация, что, наверное, не нужно мне про это говорить детально. Итак, найдите меня, кстати, Якуба на Ютьюбе, на Ютьюбе. Вот такая вот есть песенка у нас. В общем, найдите меня на Ютьюбе 40 тысяч подписчиков, пока, во всех случаях. И вот уже там 9 миллионов просмотров. У меня это в Инстаграм, а на Ютьюбе уже полтора миллиона. И вот немного про Инстаграм. Вот немножко амбициозно написали. Вот скоро будет 155 тысяч подписчиков. В общем, посмотрите, пожалуйста, вот это вот и есть моя основная ссылка. Владимир Якуба. Добавьте еще имбирь. Бодрит, да, имбирь бодрит. И знаете, что вы понимаете, я крайне редко употребляю какие-то таблетки и ни на чем не сижу с эмоциональной точки зрения. Я не принимаю какие-то там БАДы, еще что-то такое. Я ни к чему не призываю. Но я говорю о том, что я знаю, что можно... Мне 38 лет. Я к своим годам знаю, что... Что как раз по делу, как вы просите, что если вы правильно себя настраиваете, то намного большего внутреннего эффекта вы добиваетесь. Не нужно пить алкоголь, не нужно пить кофе, чтобы тебя бодрить. Не нужно пить вот этой вот гадости, как энергетиков. Простите меня за личное мнение, которое я сейчас передал. Коллеги, 2814.ru – все работает. Все работает. Перейдите, пожалуйста. Точно, вот мне сейчас написали. У кого коллеги? Кто перешел? 2814.ru. Кто перешел? Напишите, пожалуйста. Я перешел, все окей. 2814.ru и чек-листы скачать. А, все, плюсы есть. Все супер, хорошо. Все, спасибо. Просто перейдите, 2814.ru. Еще раз попробуйте. Так вот, коллеги, у меня просто время подходит 18.42. Я, как обещал, лимит выдержать. Вот подхожу к итогу. И рад, вы меня по-разному тут оцениваете. Оцените меня тоже, пишите любые комментарии, вопросы. Да, номер засвести. Коллеги, и, как вы видите, я рад, что вы по-разному оценили мою возможность рекламного продвижения, потому что я заодно сейчас рассказал про свою школу, рассказал про свое событие, рассказал плотно свой инстаграм. И по этому поводу 7 пунктов, 7 пунктов, видите, как быстро все пролетело. Жаль, что все уже произошло. Спасибо за... Все, ну слушайте, ну вы разные пишите. Спасибо вам за комментарии разные. Так вот, коллеги, 7 пунктов, которые я вам озвучивал, это чек-лист, который вы сможете скачать, удерживайте клиенты с удовольствием и правильно реагируйте на ежедневный стресс, который к вам приходит. Не негативными, с негативными эмоциями нужно работать, а нужно просто это негативных эмоций не допускать на старте. Как это делать? С удовольствием расскажу вам про продолжение. И в следующем продолжении я обязательно заодно все равно расскажу. И про школу продаж, и про инстаграм. Вы уж не обижайтесь, я же озвучиваю про менеджера по продажам. И поэтому я обязан заодно что-то продавать. И благо у меня такая возможность небольшая была. Спасибо, друзья, вам большое. Спасибо за приглашение. Я передаю слово своему суперпрофессионалу-коллеге из команды Bittrex. И мы сейчас продолжим диалог уже, ну, Михаил продолжит диалог уже без моего участия и расскажет про все возможности, которые есть. Кстати, если бы меня спросили, какую СРМ я использую, я вам скажу. Bittrex. Кстати, у нас, ну, как бы нет, мне вот там, Михаил не отправил мне какие-то деньги за этот вебинар, еще что-то такое. Я с удовольствием откровенно вам рассказываю. Вот сейчас, и Михаил не просил меня сказать слово. Я увидел вот слайд Bittrex, я говорю, а у меня Bittrex. А вы делайте выводы, какие хотите. Кстати, есть лидеры на рынке, есть Мегаплан, есть Ама. Я про каждую с удовольствием готов рассказать про плюсы. И прям Михаилу бы сейчас вот в глазах публично сказал, Михаил, а у них вот это лучше, а у них вот это лучше. Но если вот в совокупности все рассматривать, включая вопрос стоимости, целесообразности и докручивания разных элементов, то Bittrex, я раньше говорил, один из лидеров, сейчас говорю, что ну прямо так, мне кажется, уже вот на стадии или обгоняет, или обогнал. Ну, в общем, и другие системы тоже хороши, потому что нас слушают разные специалисты, очень хороши даже. Но вот это уже выбирайте под себя. А то я сейчас слишком много наговорю, скажут, Миша попросил все-таки. Запись будет, Михаил об этом говорил. Всем пока. Владимир, спасибо. И я поехал дальше в другой город. Пока. До встречи. Счастливо. Друзья, у нас с вами две части сегодня на вебинаре. Первая была часть про продажи. У меня вторая, она, ну, больше техническая. Мы не будем смотреть, какие галочки нужно настраивать, но будем смотреть, какими инструментами CRM-система помогает в удержании в продажах для клиента. Почему лучше, почему хуже, мы тут сравнение сейчас делать не будем. По поводу первой или не первой, мы второй год проводим большое исследование по России, смотрим и узнаваемость, и используемость различных CRM-систем, и Bittrex с достаточно большим отрывом CRM-система номер один среди клиентов по использованию, по узнаваемости. Так, окей. Значит, идем по нескольким блокам. Я сегодня покажу в презентации, что CRM-система умеет делать для того, чтобы работать с клиентами. Надеюсь, либо многие моменты вы уже используете, но некоторые моменты подчеркнете для себя, для того, чтобы достаточно быстро это взять и к себе, внутрь компании забрать и внедрить. Итак, первый момент, на который нужно, наверное, смотреть, говоря про CRM-систему, мы должны нашего клиента узнать в разных каналах, ну и запомнить его каким-то образом. Каналов сейчас достаточно большое количество. Есть классические инструменты почта, там, телефон, есть современные инструменты, мессенджеры, мы про это сегодня тоже говорили, различные соцсети. И, конечно, мы должны в разных каналах клиента узнавать, но и не только узнавать, а оставлять его себе. Почему мы говорим запомнить клиента? Потому что, единожды обратившись, оставив свой номер в мессенджере при выборе чек-листа или где угодно, ты попадаешь в общую базу данных клиента, с которой потом продолжается работа. Про продолжение работы сегодня тоже немножко поговорим. В соцсетях принято отвечать достаточно быстро. Если бы мы задавали себе сами вопрос, в чат можно не писать, но просто себе задать вопрос, как быстро мы хотим, чтобы нам отвечали в соцсети, если мы пишем в компанию. Чаще всего ответ, я хочу, чтобы было быстро, хочу, чтобы было прям мгновенно, ну, там, в минутах измеряется время, если мы говорим объективно, какой-то срок поставить. И социальные сети специально, если вы видите, в аккаунте официальном пишут, отвечают обычно в течение какого-то времени и в публичных аккаунтах, и в личных переписках. Поэтому, конечно, мы говорим, что отвечать нужно достаточно быстро. Ну, а поскольку у нас есть разное количество каналов, там, у кого-то 5, у кого-то 7, у кого-то еще больше получается, то лучше, если все эти каналы агрегированы в одну систему, и работа вся происходит изнутри, для того, чтобы скорость такую получить. Итак, это социальные сети, мы отвечаем на сообщения быстро. Это интеграция с готовыми инструментами. Сейчас вот два слова скажу про формы, которые есть у ВКонтакта и у Фейсбука. Если вы собираете данные клиентов внутри социальных сетей, то рекомендую вам сразу же собирать их с готовыми нативными внутренними инструментами. Они называются формы или лидец, когда данные клиента из его карточки автоматически подставляются. Это исключает ошибок большое количество, когда ты набираешь особенно сложный адрес почтовый, например, ну или ошибся в номере телефона, и это сокращает время для того, чтобы пользователя отдать вам свои данные. Соответственно, все для того, чтобы данные получились эффективными, актуальными. Ну и пользователь их вам скорее отдал. Это работает с ВКонтакте, это работает с Фейсбуком. Пожалуйста, используйте такую возможность, если вы забираете оттуда данные. Теперь смотрите. Если мы достаточно просто можем попросить данные за свои услуги или свой товар, если он достаточно простой, все окей. Если нам перед тем, как клиент отдаст свои данные, нужно его поубеждать. Вот здесь у меня написано Level 2, уровень чуть-чуть посложнее. Здесь нам нужно поработать с клиентом, показать ему преимущество своих услуг или своих товаров, рассказать, чем мы лучше других, провести какой-то конкурентный анализ, возможно. Может быть, сказать про свои ключевые преимущества, натолкнуть его на мысль, как ему нужно принимать решение, с чем он должен сравнивать, не с тем, что у него в голове, а с тем, что мы ему порекомендовали. И в этом формате, конечно, мы просто так не можем в одном посте или в одной картинке Инстаграма или в одной картинке в Фейсбуке рассказать это. Нам, по сути, нужен такой лендинг, страница, где мы проводим клиента по маршруту и подсказываем, показываем ему либо способ мышления, принятия решения, либо свои ключевые преимущества. Лендинги тоже история, которая очень плотно вошла к нам в жизнь давно достаточно. Маркетинг к ним пришел очень давно. Сейчас в продаже все смотрят в связку маркетинг-продажи, лендинги и конверсия. И большое количество конструкторов, мы будем говорить, таких конструкторов, на которых можно сделать какой-то сайт, страничку побольше или поменьше. Главное преимущество способа этой лидогенерации в том, что сайт неразрывно связан с CRM-системой. Внутри Bitrix24 есть конструктор сайтов, который позволяет сразу же сделать такой сайт и на него положить инструменты, пробрасывающие контакты клиента внутрь CRM-системы. Тут на слайде преимущества самого конструктора сайтов, я их детально озвучивать не буду. Для нас это преимущество ключевое в том, что мы трафик сразу же забираем к себе внутрь CRM-системы. На этот сайт или даже на внешний сайт вы можете поставить такой виджет. И вот я сейчас маленький лайфхак про вот эти иконки, которые вы видите на сайте Facebook, Telegram, Viber или просто чат внутри. Расскажу. Если у вас есть такой виджет на сайте, то рекомендую вам очень предлагать клиентам возможность написать вам не сразу же на сайте в онлайн-консультант диалоговый интерфейс, а написать вам через какую-то социальную сеть или какой-то мессенджер. В этом случае вы получаете намного больше времени для ответа, потому что если я напишу вам просто в мессенджер на сайте ваш диалог и уйду через минуту с него, не дождавшись ответа, вы меня потеряете. Если я напишу вам через какой-то официальный канал, через Telegram, Facebook, Viber или еще какой-то мессенджер, то вы можете ответить мне даже завтра. Возможно, это будет не совсем актуально, но у вас останется мой контакт, и отлично, вы можете написать мне и завтра, и послезавтра, и ответить через 2 минуты, даже если я убежал. Я на самом деле сам так поступаю. На личном опыте могу тоже пример привести. Если я вижу, что есть возможность написать через условный Telegram, я так делаю, совершенно спокойно сворачиваю сайт, зная, что ответ у меня потом будет в телефоне. Я его найду и получу, не нужно дежурить на сайте. Так, с лайфхаком закончили. Идем чуть дальше. Во всех этих моментах мы, конечно же, помним про персональные данные. Тут были вопросы, запретят ли звонки. Запретят не очень известно, но за незаконное, скажем так, проникновение в личную жизнь человека есть у нас по закону рекламе штраф в компаниях до 500 тысяч рублей за один инцидент. Поэтому, когда мы собираем данные для рассылок, электронных, почтовых, смс, для звонков, пожалуйста, помните, что риск такой есть. Лучше сделать все правильно. У каждой формы выводить согласие. Мы так должны делать по закону. Ну и звонить только тем людям, контакты которых у нас уже есть. Тут, конечно, решать каждому бизнес. Так, хорошо. Первый момент. Мы взяли клиента и в каком-то канале оставили его у себя. Теперь мы этого клиента сохраняем. Сохраняем для чего? Много раз мы слышали, что клиентская база – это основа для бизнеса. И мы видим, что многие бизнесы, набирая клиентскую базу, работают потом с ней настолько эффективно, что количество продаж по своей базе превышает намного количество новых продаж. Даже если у вас там есть емкость, у вас есть 100 тысяч человек, которые потенциально могут купить вашу услугу, вы охватили 80 из них процентов, например, 80 тысяч получается. Все, дальше вам не выйдет, вы должны работать со своей базой. Каким образом мы работаем со своей базой? Естественно, мы сохраняем базу, и когда мы ее сохраняем к себе, вот те данные клиента, которые мы забираем, мы должны понимать, что же мы хотим сохранить. То есть контактные данные, данные о клиенте, данные о его компании, если мы в B2B работаем, а не в B2C. И эти вещи нужно продумать, конечно, заранее. Что нам нужно продумать заранее? Как мы будем с ними общаться? То есть нам нужно сохранить к себе основной канал коммуникации. Допустим, основная коммуникация у нас идет по телефону или по электронной почте. И мы говорим обязательное поле у этого клиента, электронная почта или телефон. Да, мы бы хотели собрать максимальное количество, но мы знаем по себе точно так же, что мы не очень хотим оставлять большое количество контактов. Может быть, их на следующих этапах можно уточнить. Самое важное нам основной канал записать к себе. Ну и основные признаки. Опять же, мы сразу же думаем, каким образом мы эту базу будем делить, сегментировать. Мы про это слово тоже поговорим сегодня. На слайдах театра чуть-чуть попозже будут. Значит, что такое сегментация и каким образом мы ее планируем делать? Как мы будем делить аудиторию для того, чтобы разные предложения выдвигать через какое-то время и общаться с этой аудиторией? Должны ли мы поделить ее по полу? Есть ли нам принципиальная разница, мужчина или женщина находится у нас в базе? Есть ли для нас принципиальная разница, в каком городе они находятся? Важна ли нам отрасль? По-разному ли мы будем формировать предложения для клиента, если мы знаем, что он из строительства или из ритейла? Есть ли для нас вот такое ключевое отличие? Если есть, то да, действительно, нам такой признак необходим. Когда вы соберетесь выписывать такие свойства, которые нужны вам для сегментации, поговорите с маркетингом со своим, окажется, что этих свойств достаточно большое количество. Опять же, все их сразу же не собрать. Постепенно мы определяем ключевые, самые важные для нас и потом собираем. Если какой-то признак компании можно автоматически забрать, например, в базе данных, внешней, посмотреть обороты компании, и для вас это важно, лучше сделать это автоматом, не уточняя у клиента специально. Чем больше факторов вы соберете компании без дополнительных вопросов, тем проще для вас, тем удобнее. Конечно, кроме вот этих факторов мы собираем действия клиента. Когда клиент находится у нас в базе, вот этот внешний вид карточки Bitrix24, мы называем это таймлайн. Справа есть хронология нашей коммуникации с клиентом. Он нам позвонил, он пришел к нам в офис, мы это отметили, он написал нам через мессенджер, потом мы ему позвонили, и вот вся эта история есть. Мы можем послушать звонок, обратиться к истории покупок этого клиента, и в следующий раз, когда вы передаете от менеджера к менеджеру, например, клиента, он совершенно точно понимает, кто перед ним. Это постоянный клиент, вот его покупки, или вот коммуникации, вот о чем мы разговаривали с ним какое-то время назад. Нужно посмотреть, обещали ли мы ему скидку и какой размер скидки. Отлично, мы открываем запись телефонного разговора и смотрим, какую скидку, слушаем, вернее, какую скидку менеджер пообещал клиенту, правда ли, тот говорит, мне обещали 30%. Давайте поднимем звонок, посмотрим, правда ли это. И вся эта коммуникация, естественно, есть. Мы таким образом сможем говорить, давайте мы будем общаться с клиентами, которые полгода с нами не разговаривали, или которые совершили покупку в течение последних трех месяцев. Так тоже можно. Все мы знаем, что безопасность – основной актив, безопасность базы должна быть существенной. Тут есть несколько, ну, таких рекомендаций в ведении базы, я сейчас их озвучу. Если для вас они будут новыми, то нарисуйте что-нибудь в чат, используйте, вы не используйте. Ну, для того, чтобы база была актуальная, если мы один раз загрузили базу клиентов внутри CRM-системы, есть такие клиенты, которые говорят, мы используем CRM-систему, это означает, что CRM стоит на компьютере, и в нее загружены из разных источников, там, эксервисских файлов, Outlook, еще откуда-то, базы клиента. Если коммуникация не ведется из этой базы, то есть если мы изнутри CRM-системы не звоним этим клиентам, не отправляем письма сразу же оттуда, то база постепенно устаревает. Там 3-6 месяцев, и большая часть базы становится неактуальной, человек перешел на другую работу, изменился у него номер телефона, и какая-то еще трансформация произошла, база об этом не знает. Только в том случае, если мы совершаем звонок изнутри CRM-системы, не дозвонимся, потом корректируем номер там же, актуальность базы остается правильной, корректной, и мы постоянно поддерживаем верную актуальную информацию внутри CRM-системы. Про историю коммуникации мы с вами тоже поговорили, про историю продаж кажется тоже очень логично, сколько раз клиент у нас покупал, как нам с ним взаимодействовать. Ну и про категоризацию тоже поговорили с вами. Вот 4, наверное, категории, 4 пункта, на которые нужно посмотреть, организовывая свою базу. Так, хорошо. Право доступа – это то, что уже дает CRM-система. По умолчанию мы говорим, пожалуйста, в компании есть разные роли. Есть роль руководителя отдела продаж, у которого, например, максимальные возможности, или только у собственника максимальные возможности. Мы настраиваем детально, что менеджер может делать с этой базой. Может ли он добавлять? Конечно, может. Может ли он удалять? Надо посмотреть, насколько нам это интересно. Может ли он экспортировать базу данных в Excel? Есть ли такой кейс рабочий у менеджера для того, чтобы разрешить ему это? Тут уже мы детально настраиваем каждую роль, и это гарантирует нам, что база не утечет, что база останется у нас и никаким образом не сотрется. Еще один момент, который CRM-система обеспечивает, это проведение клиента от момента начала коммуникации до момента завершения коммуникации, успешного либо неуспешного. Я говорю про движение по воронке продаж, конечно. Есть ли здесь у нас компании, у которых цикл продаж больше, чем, скажем, 3 недели? Напишите, пожалуйста, плюс, если больше 3 недель цикл продажи, минус, если меньше 3 недель. Я немножко поводсматриваю. Вижу плюсы. Видимо, это сложный B2B, как я предполагаю. Да, пошли плюсы, пошли минусы. Спасибо большое, друзья. Значит, если мы работаем на продажах спонтанных, когда ты зашел в магазин и что-то приобрел, вот по ходу мы находимся на какой-то территории движения, например, из метро или какого-то потока вечернего или утреннего, понятно, мы не ведем длинные циклы продаж. Но и в B2B и B2C есть такие товары и услуги, которые нужно сначала предложить, показать, убедить, и только через много-много недель мы видим результат. Это наиболее полно и хорошо ложится в концепцию введения воронки продаж, когда цикл продажи длинный. Значит, внутри цикла продаж тоже есть несколько подсказок. Я думаю, что, ну, вот я не буду объяснять смысл воронки, я думаю, что это вам предельно понятный, но 3B3X24 есть скриншот, он выстраивается в том числе в виде канвана, когда мы по стадиям передвигаем такую сделку. Что тут важно? Важен порядок стадий. Мы должны точно говорить своим сотрудникам, как должен передвигаться клиент. Потому что если мы такую CRM-систему не ведем, у нас нет в этой воронке продаж описанной, мы набираем нового менеджера и говорим ему, ты, исходя из своих соображений, веди, пожалуйста, клиентов. Сделай так, чтобы продажа совершилась. Если менеджер опытный, классный, крутой, у него, наверное, все хорошо, он понимает, как это происходит. Если у менеджера опыта большого нет, то он делает это, как ему кажется, правильно. Начинает, например, рассылать коммерческие предложения с готовым прайсом. А в вашем бизнесе так делать нельзя. Смысл в том, что мы должны показать оптимальный путь. Мы его знаем, мы его проверили на своих клиентах, и мы говорим, вот только по этим стадиям, в такой последовательности необходимо провести клиент. Второй момент. Что это за стадии и как они называются? Следующая стадия, идущая за, например, отправкой коммерческого предложения, не может называться ожидание ответа клиента. Потому что в ожидании ответа клиента нет никакого действия, никакого результата. Мы можем сказать, что ответ получен, и тогда перейти на эту стадию. Или мы можем сказать, что коммерческое предложение просмотрено, получено, отправлено. Вот что-то, что финализирует конкретное действие, конкретный результат мы показываем в воронке продаж. Потому что если мы будем говорить, клиент ожидает, и сделаем такую стадию, то через какое-то время увидим, что это такая мусорная свалка, стадия, в которой собираются все клиенты, которые чего-то ожидают. Вроде бы выкинуть их из воронки уже не хочется клиенту, но они остаются там, не с урядом никакой продажи в конце. Про обязательные свойства. Есть внутри Bitrix24 такая возможность при перемещении с одной стадии на следующую задать обязательные свойства. Сейчас на примере расскажу, что это такое. Например, нам критично уточнить оборот компании или численность компании для того, чтобы сформулировать коммерческие предложения. Без этих данных мы не можем сделать коммерческие предложения. Так вот, перейти на стадию КП, формирование КП или подготовка коммерческого предложения, мы можем только заполнив это свойство. На ранних стадиях оно не обязательно, но при переводе из одной стадии в следующую менеджер должен задать такой вопрос и должен записать ответ внутри CRM-системы. Мы таким образом гарантируем, что мы коммерческие сделали, исходя из всех объективных критериев, ну и пополняем нашу базу для того, чтобы потом ее поделить правильно по нужным категориям и свойствам. Еще один момент, мы его тоже программно поддерживаем, это суперважная история наличия следующего шага. Достаточно большое количество бизнесов я видел внутри CRM-системы, которые не планируют следующие действия по конкретной сделке. Чаще всего это означает, что следующего действия не будет. Количество дел большое, если мы не запланировали следующий звонок, следующее письмо, следующую встречу, это означает, что про сделку забудут, если клиенту не очень нужно, если он не инициатор этого действия следующего, скажите там, вы продадите мне? Уточните, пожалуйста, правите ли вы мне КП? Тогда мы забудем про эту сделку, и сделки, скорее всего, не состоятся. Мы подсвечиваем счетчиком, выводим прям в цифру, там 2, 5, 12 дел, есть, у которых нет следующего действия. Считаем это ошибкой в работе внутри продаж. Практика подтверждает, что если нет следующего действия, действительно вероятность выигрыша сделки, успешного завершения, она достаточно невысокая. Что это дает нам? Это дает нам, как руководителям отдела продаж, или руководителям компании, менеджерам, которые смотрят аналитику по себе, понимание, что происходит на всем процессе продаж. Какая стадия конвертирует хорошо, на какой стадии мы подвисаем, где у нас не идет следующий шаг, где конверсия низкая. Мы можем посмотреть, какое количество лидов у нас есть, какое количество там сделок в каком-то формате существует, в какой-то стадии есть. Мы можем посмотреть все вплоть до сквозной аналитики. Какой канал рекламы приносит нам продажи, какой канал не приносит, и сколько стоит нам продажа для клиента. Если мы продаем услугу за 1000 рублей, а привлечение клиента стоит нам 5000 рублей, скорее всего, экономика у нас, ну, такая, даже на старте не очень сходится. Нужно что-то подкручивать. Это рекламные кампании, менять канал, менять конверсии, для того, чтобы это было объективно, адекватно нашей цене услуги и нашей маржи. Мы двигаемся от общего к частному, и можем посмотреть не только общую статистику, но можем посмотреть на конкретного менеджера. Тут у меня есть история про девушку с бархатным голосом, давайте я вам немножко ее озвучу. Это пример, жизненный пример на одном из мероприятий. Коллеги рассказали кейс, когда в одной компании есть несколько менеджеров по продажам, и в их числе есть девушка, у которой низкий такой бархатный, очень приятный голос. ЛПРы, лица, принимающие решения на стороне клиента, мужчины 40+, руководители определенного блока, и у девушки отлично получается назначать встречи, а там цель звонка – назначение встречи. Соответственно, вот это действие с очень высокой конверсией у нее идет, на встречу соглашаются ЛПРы, но после встречи ничего не происходит особенного. Девушка не очень здорово закрывает сделки, то есть назначение встреч классное, закрытие не очень классное. Это все понятно из воронки. Значит, рядом с ней сидит молодой человек, у которого все наоборот ровно. У него назначение встречи. Ну, такое себе, не хотят с ним разговаривать и встречаться ЛПРы. А вот закрытие отличное. Он хорошо аргументирует, не отпускает клиента, отлично дожимает на языке продаж, как говорят руководители отделов или менеджеры. И вот в этой части он молодец. Прямо наоборот. Если бы у вас в отделе была такая статистика, что бы вы сделали, подскажите, пожалуйста. Какие-то варианты, что сделать с этими двумя менеджерами, которые рядом сидят, и у них конверсии разные. В одного сильная сторона в одном, в другой в другом. Объединить первую часть, да. Слушайте, так и поступили коллеги. То есть, там есть какие варианты действий. Можно поучить, да, каждого. Одного поучить назначать встречи, второй поучить закрывать сделки. Они их объединили, недолго думая, и они показали отличную конверсию вместе, в паре. То есть, девушка назначала встречи. На встречу они приходили вдвоем, закрывал сделку молодой человек, и вот они так поделили у себя обязанности, сделали не каждый по 100%, а у них получилось ближе к 300%. То есть, они друг друга усилили, показали отличный результат. Почему так получилось сделать? Потому что есть CRM-система, которая показывает, вот эта стадия у одного менеджера не очень классная, а вот эта хорошая. Ну, и наоборот. Вот уже примеры, да, коллеги пишут, что примерно так и работают. Один зазывает, второй закрывает. Есть такие кейсы, друзья, тут вариантов не очень много. Поучить действительно, объединить, ну, про уволить мы не говорим. Если совсем все плохо, да, может дойти и до этого. Но на основе аналитики, не на основе ощущений. Так, хорошо. Теперь еще один момент. Вот этот слайд вы еще увидите. Я про разные вещи на этих картинках буду говорить. Сейчас скажу, это настройка окончательного результата, вообще воронки продаж. Вот у нас есть начальная стадия, есть промежуточные, выезд клиенту подписания договора, есть финальная стадия. Финальная стадия у нас одна успешная, все у нас получилось, как мы задумали. И вторая финальная стадия у нас неуспешная. Вот там вариантов намного больше. Что же пошло не так? Почему клиент не согласился быть с нами, не согласился заключить контракт или отдать нам деньги? Почему неуспешная стадия? И вот здесь вы выписываете самые популярные неуспешные стадии, которые могут быть, потому что клиенту было очень дорого, потому что он выбрал конкурента, потому что он отложил проект, потому что что-то еще случилось. Эти стадии теоретически мы выписали. Зачем нам они нужны? Первое, мы получаем статистику по тому, что клиенты, почему, по какой причине клиенты не работают с нами. То есть не на основании, опять же, отзывов. Мы заходим в отдел продаж, говорим, ребята, скажите, почему клиенты не покупают? Ребята нам говорят, потому что им дорого, если бы цены были в два раза ниже, все было бы круто. Или если бы дали нам скидку, там, 40%, вот тогда мы им продавали. Здесь мы получаем не ощущение, потому что 10 клиентов могли купить, а два могли очень красиво рассказать, почему у вас дорого. Мы получаем статистику. Это раз. Второе, когда руководитель отдела продаж открывает CRM-систему, очень удобно работать с этой статистикой. Мы заходим в проигранные сделки, выбираем стадию, потому что дорого, например, и идем слушать разговоры. И в разговорах чаще всего оказывается, что менеджеры, ну, так скажем, не очень классно работают с возражениями. Возражение дорого, они не слышат, не понимают, обрабатывать его не умеют. И в этот момент нужно бы всем получить, дать им в руки правильную отработку возражений, порепетировать и стадию подвытащить. Вот таким образом. Так, хорошо. Про сегменты клиентов обещал вам рассказать немножко. Вообще сегментация идет по нескольким, ну, разрезам, критериям. Я три основных вывел сюда. Это признаки, которые мы заранее положили в нашу базу. Пол, город, отрасль, наличие какого-то питомца, ну, вот то, что для вашего бизнеса критично, там, поставить галочку. Есть ли у семьи дети, есть ли у человека автомобиль, какой марки, ну, и так далее. Второе – это история наших с ним взаимодействий. Это покупки, сделки, обращения, когда они были, сколько их было, какой объем продаж, например, есть у этого человека, какой категории мы его причислим, эту компанию или физлицо. И третье – это канал коммуникации. По какому каналу взаимодействия мы дальше будем работать. Сколько у нас в базе людей, у которых в Санкт-Петербурге есть код. В последнее время, там, три месяца они покупали для него корм, и у них есть электронная почта. И вот три фильтра, мы можем сделать по ним рассылку, потому что электронная почта. И нам нужно сделать смс-ку, потому что у него канал, основной мобильный телефон есть у нас. Так, это про сегментацию. Значит, сегменты бывают статическими, динамическими. Такая общая образовательная информация. Значит, динамический сегмент, тот, который постоянно меняется, ну, например, покупки в последнее время. Когда последний раз я покупал, завтра, послезавтра и через неделю я буду формировать сегмент, они будут у меня отличаться. А статический сегмент – это признаки, которые не меняются. Ну, пол, город, то, что вы зафиксировали, отрасль клиента. Есть готовые сегменты внутри BITREX 24, в разделе CRM-маркетинг, по активным клиентам, там, по неоплаченным счетам. Вы можете формировать свои сегменты, либо работать по готовыми, если они подходят вам, если вы такой сценарий у себя видите и готовы с ним работать. Вот, пожалуйста, компании, клиенты могут разбиваться на клиентов, которые покупали в этом месяце, в прошлом месяце. Это пример динамического формирования сегмента. Так, вот таким образом выглядит скриншот. Наверное, все примерно понятно. Если вы работали с CRM-BITREX 24, то видели у вас в разделе формирование сегмента, оно предельно простое, на скриншоте показано, вы несколько признаков собираете вместе. Система показывает вам, сколько в итоге получилось таких клиентов после всех фильтров. Сколько у нас мужчин, живущих в Усть-Каменогорске, у которых есть мобильный телефон в нашей базе. Вот, пожалуйста, если там их много, то имеет смысл звонить. Если их два, нужно как-то поиграться критериями по-другому, потому что это не сегмент, получается, слишком маленький. Интерфейс на истории, да. И обещал вам еще раз показать такую картинку и сказать другой текст на этой картинке. Значит, когда у вас есть история взаимодействия со своими клиентами, и у вас есть история завершения сделок, они отрицательны, вы можете использовать это в сегментации. Что я имею в виду? Через полгода вы можете взять всех клиентов, у которых сделка была провалена по причине того, чтобы проект отложен. Или его, например, отдали конкуренту, предпочли какую-то компанию вашему предложению. Вы через определенное количество времени, там, три месяца, месяц, полгода, фильтруете, делаете такой сегмент и по ним звоните. Друзья, вы, там, сколько времени назад выбрали не нас, расскажите, как вам теперь проект, как вам проект с другим подрядчиком. Может быть, мы можем что-то посоветовать, предложить, там, аудит внешний, что-то еще сделать. Пожалуйста, используйте это, очень хорошая сегментация на основе того, что у вас не получилось с предыдущими клиентами. Рассказывали кейс, когда фильтровали лиды на забракованные и не забракованные. То есть, входящие сообщения, когда вам предлагают услугу, вместо того, чтобы позвонить за вашей услугой. И вот даже в очередной кризис ребята взяли всех, кого они забраковали, и по ним еще раз прозвонили. Оказалось, среди них тоже были клиенты, и они использовали даже забракованные лиды для того, чтобы продажи совершить. Что такое CRM-маркетинг? Еще, да, подытоживая, это активная коммуникация с вашими клиентами на основе данных, которые у вас про них есть. Про то, кто они такие, как они с вами взаимодействовали, какой опыт работы с ними, продажи или, наоборот, не продажи, у вас есть. Но активная коммуникация, прежде всего, здесь ключевой термин, вы не ждете реакции клиента, а инициируете сами коммуникацию. Через какие каналы можно делать рассылки или звонки, когда вы выбрали такой сегмент? Классические, электронная почта, пожалуйста, смс-рассылки, да, можете в голосовой обзвон точно так же прийти. Опять же, смотрите на кейсы. В каком-то моменте голосовое сообщение уместно, в каком-то лучшее не стоит так делать. Здесь вам виднее, поставьте себя на место клиента и подумайте, хотели бы вы получить голосовое сообщение от компании или нет. Его, кстати, можно наговорить и своим голосом. Мы так делали, например, несколько лет назад с участниками конференции. Я записывал свое сообщение, говорю, что завтра мы договорились встретиться с вами на конференции, и потом друзья говорили, что очень похоже получалось. Мы сначала начали разговаривать с тобой, потом оказывалось голосовое сообщение. Может быть, сейчас, если я делал такое же повторное напоминание про мероприятие на завтрашний день, я бы предпочел не голосовой обзвон автоматический, а, например, сообщение. Изменился формат коммуникации, изменилось восприятие голосового звонка. Лучше, наверное, войти в отрасли, отправить сообщение куда-то, либо в мессенджер, либо в телефон, смс-кой, для того, чтобы узнать, что это и как. Еще один канал, про который можно сказать сейчас, это реклама. Мы можем таргетировать аудиторию и добавлять сегменты вашей аудитории в сегменты ваших рекламных аудиторий внутри Facebook, Instagram, например, или Яндекса. Пожалуйста, можно добавить туда часть ваших аудиторий и нацелиться на них специальным предложением, рассказать, что у вас есть акция, или сказать, если они находятся у вас прямо в воронке, вам нужно их погреть, показать классные кейсы, которые у вас есть, для того, чтобы человек, общающийся с вами про продажу, видел из других источников, смотрите, действительно, я вижу упоминания про эту компанию, хорошее упоминание, известные бренды, которые с ним работали, наверное, стоит принять положительное решение с ними работать или с их конкурентами. Для чего все это делается? Мы целимся, конечно, в lifetime value, LTV, сколько денег клиент оставляет у нас не за единственную покупку, а за все время общения с нами, за все покупки, которые у нас есть. Он может совершать у нас каждый год по одной покупке, быть с нами 10 лет, условно, там по 10 тысяч рублей, и вот LTV, его составляет 100 тысяч рублей. Мы умножаем два этих показателя, сколько покупок, какой чек за эти покупки есть, и понимаем ценность этого клиента для нас. Почему она для вас важна? Ну, во-первых, это сама цифра важна для маркетинга, для понимания, сколько они могут потратить на привлечение такого клиента. А второе, мы, конечно же, хотим клиенту продать не один раз. Мы говорим про повторные продажи, и вот ключевые сценарии повторных продаж, здесь есть на слайде, это регулярные сделки, если вы продаете что-то, что требует постоянного обновления. Это подписка на сервис, это абонемент в фитнес-центр, это питание для кошек, собак, любых животных, то, что постоянно, регулярно нужно обновлять. Продали принтер, есть расходные материалы, картриджи для принтера. Продали автомобиль, есть техническое обслуживание, которое постоянно нужно делать. Регулярные сделки. Кросс-продажи, вот как раз принтеры и технические обслуживания, это, например, кросс-продаж. Если первые регулярные продажи, это, например, там сервисы или питание, то кросс-продажи, что-то соседнее, что-то рядом. Вы продаете соседнюю услугу, соседний товар, который у вас есть, в той же самой аудитории. Тоже задействуем активно такой сценарий, он один из ключевых. Ну и вторая попытка. Если у вас не получилось продать первый раз, отлично, мы можем продать второй раз и попробовать продать второй раз. Вот так, вторая попытка. Окей, ну и еще сценарий реактивации, ну и лояльности. Есть у нас CRM-маркетинг и реактивация. Мы давно не общались с нашим клиентом, мы хотели бы заново получить его запрос на услуги или хотели бы получить покупку от него. Лояльность. Здесь нет слайда у меня сегодня в этой презентации, но больше 60% клиентов говорят, что они уходят от компании не потому, что там дорого или что-то их не устроило, а потому что чувствуют, что их забыли. И, по-моему, около 15% только потому, что нашли более выгодный вариант по цене. Поэтому не забывайте про клиентов, регулярно касайтесь их. Да, повод должен быть не просто там, здравствуйте, я, Миша, помните меня, я хотел еще раз поговорить с вами. Ищите повод, но регулярно напоминайте себе для того, чтобы было ощущение, что вы с этим клиентом постоянно, регулярно, чтобы он вас не забыл и чувствовал внимание с вашей стороны. Так, чуть-чуть про тоннели продаж. Что позволяет внутри CRM-системы выстраивать вот эти вот цепочки регулярных продаж или кросс-продаж? Отличная история про тоннели. Что такое тоннели и почему их нужно здесь использовать? Тоннели – это воронки, ну, по сути, но поскольку у нас услуги разные и в разный момент времени продаются, то последовательность действий, последовательность этапов продажи в разных услугах, в разных бизнесах, которые внутри нашей группы компании, например, могут существовать, она разная. И мы их, соответственно, различаем. Условно продать машину – это одна последовательность действий, а пригласить на ТО – это другая последовательность действий. Поэтому мы их разделяем, но связываем друг с другом. Почему тоннели продаж? Потому что из одного мы сразу же попадаем в следующий. Мы продали автомобиль, и через определенное количество времени, через несколько месяцев попадаем в следующий тоннель, когда нам нужно продать технический обслуживание. Или какие-то еще дополнительные услуги для автомобиля, если мы так запланировали. И вот так, путешествуя по тоннелям, мы говорим, что это гарантирует нам, мы клиента не забыли, не потеряли, мы предложим ему следующее действие, ну, и проведем это правильно, по нужной воронке, по нужному тоннелю продаж. Там внутри есть автоматизация, робота, я чуть-чуть про робота сегодня еще скажу, использовать ее нужно. Здесь вот партнеры глубже, подробнее, больше подскажут, как работает такая автоматизация. На что еще хочу внимание обратить сегодня? Это инструменты для повторной продаж, прям отдельный пункт, называется он генератор продаж, когда мы выбираем определенную базу клиентов и отдаем им менеджер. Мы говорим, давайте мы попробуем поработать со всеми, у кого там день рождения в этом месяце. Вот мы сформировали такую базу, отдали ее менеджерам для персонального звонка или для рассылки, или еще для какого-то канала взаимодействия. Или мы говорим, давайте мы поработаем со всеми, кто когда-то покупал у нас, ну, например, вот такой продукт. Давайте мы поработаем со всеми, кто находится у нас в определенном городе и сформулируем для них определенное предложение коммерчески. Мы подумали, подумали с маркетингом и с продажами, сделали такую выборку и выдали ее менеджерам на прозвон. Или отдали ее автоматическим инструментам, сделали рассылку. Роботы нам помогли поймать ответ клиента и сразу же этого клиента передать менеджеру, потому что он теплый, горячий, как мы его квалифицируем внутри. Отдельно хочу остановиться на продажах в мессенджере. Сейчас мы, ну, особенно в последний год показал нам, что очень многие товары, услуги, продукты мы можем покупать, не выходя из дома. И поскольку общаться нам привычнее и удобнее уже в мессенджере чаще всего, то и завершать покупку тоже хотелось бы в мессенджере. Что я имею в виду? Максимальная конверсия возможна только в том случае, если мы не разрываем процесс покупки, не говорим, а теперь мы пришлем вам сообщение на почту, и там будет чек, например, или счет, или ссылка, которой вы можете воспользоваться. Мы не отпускаем клиента, и особенно если у нас импульсная покупка, то есть сейчас человек созрел, это там стоит тысячу рублей условно, для него это не очень большие деньги, он готов потратить под состояние эмоций. Классно, классно, давай купим, давай купим. Нам нельзя отпускать его из чатика. Внутри Bitrix24 называется этот центр продаж, когда подключается для возможности отправить в чат или в смс. В e-mail тоже можно, но основной кейс – это чат и смс. Это платежная система, и она принимает деньги. Я сейчас поставлю вам небольшой видеоролик для того, чтобы сменить чуть-чуть мой голос на голос своей коллеги, и коллеги объяснят, в чем смысл такого действия, как это работает. Так, есть ощущение, что я немножко промахнулся в видео, и поэтому голоса коллеги вы не услышите, услышите также мой голос. Прошу прощения, сменить немного не получится. Но смысл мы передадим. Это видео, которое показывает, как в разных интерфейсах, интерфейс мобильного телефона – это клиент, интерфейс компьютера, десктопа обычного, это менеджер, происходит взаимодействие и, по сути, продажа. Вот начинает коммуникация, и каждый в своем интерфейсе, в привычном ему интерфейсе, задает вопросы, что ему в какой-то момент времени интересно. Ему интересно посмотреть, есть ли у вас подробнее описание карты проезда или подробнее описание товара. И у менеджера в предустановленной системе есть странички, на которых есть либо форма, либо описание товара конкретного, категории товара, либо описание, как оплатить. И мы можем сформировать счет и бросить человеку прямо в чат специальную ссылку. Вот, пожалуйста, удобный способ оплаты. Вы можете перейти и оплатить. Человек, не выходя из чата, нажимает кнопку «Оплатить». Мы предлагаем ему варианты. Человек выбирает вариант, который подходит ему. И, опять же, не выходя из чата, здесь ключевая история совершает такую оплату. Если ему нужно что-то еще уточнить, там, где вы находитесь, или какие правила возврата у вас, если вдруг мне не понравится товар, отлично, и такую страничку мы тоже можем бросить ему в чат. Вот, пожалуйста, это делается двумя кликами. Но принципиально человек не выходит из чата и понимает, что он может здесь и посмотреть информацию, и в конечном счете оплатить. Когда он нажимает «Оплатить», у нас внутри BITREX 24 появляется информация о том, что товар оплачен, и все окей. Прямо сейчас у вас есть перед вами на видео выставление счета. Мы можем выбрать какой-то товар или сформулировать сразу же новую услугу. Если клиент что-нибудь попросил, мы собственники бизнеса, говорим, да, пожалуйста, можем и так тоже сделать. То есть стоит сколько? Ну, 500 рублей. И выставили такой счет. Вот оплата, номер телефона. Привязывается, пожалуйста, в чате. Совершенно нормально. Я думаю, что вы тоже проходили уже на себе. Оплату по ссылке, достаточно быструю оплату, там, интеграцию с Apple Pay или с Google Pay, когда не нужно ничего делать, и процесс оплаты максимально простой. Вся в системе отразилась итоговая цифра. Оплата пришла. Все отлично. Мы можем заказывать доставку. Если это доставка физических товаров, то есть интеграция с Яндекс.Такси, например. Если это доставка виртуальных товаров или какого-то контента, то, пожалуйста, нам ничего дополнительного делать не нужно. Мы и так все получили, можем отправлять сразу же все клиенту. Блок, который ближе к концу у нас уже по смыслу, это автоматизация. Он огромный блок, один из, наверное, самых интересных и самых полезных, которые могут сократить время работы менеджера с рутиной. И вообще убрать рутину из его жизни. И тот блок, которым нужно убеждать менеджера, что CRM все-таки полезный, нужный и хороший. Значит, автоматизация внутри CRM использует несколько механизмов. Мы называем их роботами. Вот нарисован робот. Он без рук, без ног. Хотя в привычном нам уже виде мы свыклись с таким интерфейсом робота. Мы говорим, конечно, про алгоритмы. Что умеет делать робот или автоматические алгоритмы внутри BITREX 24 CRM? Они умеют планировать следующую продажу. Автоматом мы говорим, запланируй, пожалуйста, что через два месяца необходимо будет вернуться к клиенту. Они умеют ставить задачи, если в процессе подготовки, обработки клиента или продажи нужно сделать ему коммерческое предложение на основе технической информации. Это может рассчитать только определенный человек. Автоматом мы можем поставить из сделки задачу нужному человеку на формирование технического задания. Он его возвращает обратно, и клиент дальше, менеджер работает дальше, отправляя клиенту это техническое задание. Мы можем отправлять материалы клиенту. Пожалуйста, роботы могут сделать так, что при обращении клиента в чат, например, к нам, можно создать робота, который отправит ему материалы в ответ. Или при переводе на следующую стадию автоматически мы можем отправить ему какой-то документ. Пожалуйста, вот там счет, или вот коммерческое, или вот правило проживания на территории нашего отеля. Как только мы увидели оплату, или там за три дня до того, как человек должен приехать на территорию отеля, мы автоматом что-то можем ему такое отправить. Мы можем ждать реакции клиента. Я уже приводил пример, когда мы делаем рассылку и ждем, что клиенты с ней, по сути, сделают. Если они ее открыли, перешли по ссылке, значит клиент теплый. Этого клиента нужно подвинуть на следующую стадию. Робот опознал клиента, он открыл сайт, он передвинул его на следующую стадию и сообщил об этом менеджеру. У тебя есть теплый клиент, пожалуйста, свяжись с ним. Вот его контакт. Мы можем добавлять автоматически в рекламные аудитории, когда мы говорили про рекламные аудитории, там, Facebook, например, на нужной стадии. Нам нужно погреть человека или компанию в определенной стадии, внутри воронки. Мы так можем сделать. После завершения продажи мы через какое-то время можем сказать, смотрите, какие там классные кейсы, смотрите, какие еще продукты есть у нас. Тоже можем сказать это при помощи рекламной аудитории. Робот может в нужный момент премии добавить компанию человека в рекламную аудиторию. Мы делим их на роботы-триггеры. Это такое внутреннее разделение. Наверное, сейчас детально останавливаться не будем. Можно поспрашивать у коллег в чатике. Коллеги расскажут, чем они друг от друга отличаются, в какой момент могут быть полезными. Но о чем точно нужно сказать, это про генерацию документов. Это то, что однозначно упрощает жизнь сотрудникам внутри компании. Автоматическое создание документов, счет, договор, любые формы документов, которые есть у вас внутри компании, можно создавать автоматически по нескольким кликам. Это исключает ошибку человеческую, когда мы забыли прошлого клиента выписать в шапке договора, а там почему-то появился не тот, которому мы отправили КП или договор. Здесь мы смотрим CRM-система в реквизиты, забирает, подставляет реквизиты, подставляет нужные товары и их стоимости, накладывает в фоксимиле и подпись сканированную, если это необходимо. Пожалуйста, счет улетает в несколько секунд в PDF-формате человека на почту. Для этого не нужно идти в бухгалтерию, спрашивать или просить выставить счет. Или то же самое происходит с другими документами. По нескольким кликам не нужно специально готовить, может сформулировать правила, и будет формироваться документ, который к клиенту отправляется. Чуть-чуть про дополнительные возможности. Я сейчас много говорил про то, что уже готовая есть внутри CRM-системы. Сейчас немножко про то, что на проектах появляется, и партнеры оформляют это в виде приложений. У нас есть Market, Bittrex24 Market, в котором есть огромное количество приложений, больше тысячи приложений уже. Это приложения, которые расширяют функционал или делают специализированные настройки. На эти приложения, на все есть подписка Bittrex24 Market+, которая доступ к этим приложениям дает. Я буквально несколько категорий по теме продаж покажу вам. Внутри есть скрипты продаж, прям с конструктором, который можно использовать. Внутри есть расширенная аналитика, разные отчеты по телефонным звонкам или по нагрузке на сотрудника. Есть чат-боты, с конструкторами чат-ботов в том числе. Есть приложения для автоматизации, там сотни роботов, дополнительно специально написанных, которые упрощают жизнь компаний в продажах. Есть шаблоны, которые больше используются маркетингом, для создания сайтов, мы про это немножко поговорили. Там огромное количество сайтов и магазинов, разных блогов, которые коллеги уже сделали, красивые, волшебные, веселые. Их достаточно просто взять, чтобы свои странички делать. Ну и в завершение сегодняшнего блока, сегодняшней презентации моей, хочу порекламировать еще одну презентацию. Мы часто достаточно, ну, по меркам обновлений продуктов больших, делаем обновление системы BITREX24. Раз в полгода мы представляем такой релиз, релиз нового функционала, что появляется новое в системе. Если вы ей пользуетесь, вы можете пользоваться и новым функционалом в том числе. И поэтому раз в полгода мы рассказываем, что же такое появится в этом релизе. 18 мая в 11 по Москве мы расскажем, что же будет там такой, там будет новый продукт. Мы пока карты все не раскрываем. Говорим про анонс того, что появится. Если вам интересно, можете пойти по ссылке, посмотреть, если вам интересно, то записаться на трансляцию, ну и послушать 18 мая вживую уже, что будет. Так, друзья, спасибо огромное. На этом я завершаюсь. Если есть пара вопросов еще, я посмотрю в чатик, но кажется, коллеги отлично справляются со всеми вопросами. Все ответили. Кто-то пишет, что у меня дымится библиотека. Это лайфхак, я делюсь регулярно. Значит, это неживая, к сожалению, библиотека. Солнце играет на ней так, меняющееся, что периодически она бликует в легкой дымке. Я называю это петербургский туман, поэтому сойдет за такой небольшой шар. Так, какова минимальная стоимость программы, если уместна? Уместна, конечно, у нас есть бесплатный тариф, функционал, с которым можно стартовать, есть и на бесплатном тарифе. Но вот коллеги, с которыми вы сегодня общались в чате, подскажут, какой из них подойдет вам, там, разброс стоимости вот от нуля до, там, 10 тысяч в месяц. Разные тарифы предполагают разный функционал. Нужен ли он вам лучше проконсультироваться с коллегами? Так, друзья, хорошо, завершаемся на сегодня. Я надеюсь, что вы взяли себе какие-то полезные фишки из того, что я сегодня рассказывал, даже если вы используете уже CRM-систему. Может быть, есть что-то классное, интересное, что можно сейчас подкрутить и стать чуточку быстрее, чуточку оптимальнее, сильнее или конверсионнее, чего вам, собственно, желаю. Спасибо большое за участие и всем удачи.